Да, сука, дожили. Этот шизик своим умным взглядом теперь что-то ищет на туалетной бумаге. Ой, капитан очевидность, ты вначале суть вопроса, вникни, а потом говори. Это, между прочим, не какая-нибудь фигня. Это было похищено разведкой армии Накибы прямо из здания Майору. И как ты думаешь, что это? Ну, это список всех пушек, которые будут вводиться в ближайшие полгода. Представляешь себе? Да. А что касается бумаги, ну, я не знаю, почему они теперь используют эту. Судя по всему, кризис. Да. Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляет. Это скаут, детка. Или как Мэйл опять имбу продавал. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин. Капитан очевидность, поздоровайся. Алоха, Рокуха. Красава Рокутагин. И Штайр Скаут. Именно так. Сегодня разговор будет о нем, ведь его в очередной раз вернули в нашу прекрасную игру Warface. Но кроме этого, конечно же, по нашей старой доброй баянистой такой мощной традиции, есть у меня для вас отличненький, я бы сказал, даже великолепный анекдот. Анекдот такой «Дорогой, ты знаешь, у меня за мою жизнь было только двое настоящих мужчин». А он говорит «Да? И кто же, интересно, второй?» Ну, если честно, дорогой, ты даже и первого-то не знаешь. Да? Есть такое? Опаньки. Класс. Вначале оружие, потом союзник появляется. Ну, ничего, как бы это не удивительно. Да это же наша любимая игра, Warface. За это мы ее любим. Она, собственно, неповторима. Просто неповторима. Такой второй нету. Ты даже не знаешь, какой новый глюк или баг ты обнаружишь в очередном матче. И в этом своя соль. В этом суть. В этом прелесть. Бесконечное разнообразие. Тихо. Опаньки, да. С почином. Благодарю, капитан Чунист. Ты, как всегда, весьма любезен. Штарь Скаут. Пушка спорная. Но на первый взгляд. Только на первый. На самом деле, все там четко. Все там круто. И, наверное, опа. Вечный спор, который идет. Что лучше? АХ-38 или Скаут? Я вам скажу сразу мое четкое мнение. Скаут лучше. Если ставить вопрос очень жестко, типа, а вот у меня есть АХ, стоит ли выбивать Скаут? Хэдшот гетка ЮАС ОУ. Вот это я вам скажу. Краткий гайд, как снять водный обзор на любую снайперскую винтовку. Набираемся на второй этаж. Открываем прицел. И ждем. Собственно говоря, это все, что нужно. Да, это все, что нужно сделать. И это то, чего даже не может сделать капитан Чунист. Правильно? Правильно? Да. Опаньки. Я вначале это научусь делать, а потом будешь меня судить. Да. Ой. Тихо. Этого не будет. Не будет. Вот увидите. Значит, у вас есть. Ну да. Вечный спор. Что лучше? Что лучше? Что лучше? Что лучше? Что лучше? Дело в том, что игроки, у которых АХ-308, они часто отзываются о Скауте, как о пушке Хэдшот, с которой что-то не прет, не идет у них. Я хочу сказать, что это действительно так, но это не в силу того, что Скаут плох, а в силу того, что он существенно отличается в плане прицеливания от других снайперских винтов, от того же АХ. Если, скажем, вы играете с Макмилланом, то легко перейдете на АХ. Если вы играете с АХ, легко перейдете на Макмиллан или Бушмейстер. В общем, все нормально. А вот если вы играете со Скаутом, то вам будет как тяжело перейти на другие винтовки, так и с других винтовок перейти на Скаут. Придется немного привыкать. Немного это может быть и день, и два, и неделя, и месяц, у кого как. Дело в том, что у Скаута практически отсутствует существенное какое-то покачивание, хэдшот, покачивание прицела. И Скаут это сверхточное оружие. Оно открывается вот прямо-прямо вот. Хэдшот. Хэдшот. Открывается прямо. Вот куда прицел стоит, туда и он открывается. И начального сильного покачивания, как у других винтовок, нет. С одной стороны, казалось бы, блин, как здорово, но это же сверхточная винтовка. Это действительно так. Но поскольку люди привыкают немного бороться с уводом ствола, то, соответственно, первое время со Скаутом им реально неудобно играть. Кажется, дичь какая-то. Это действительно так. Кажется, вот, ну, вроде все так открываешь и чуть-чуть промахиваешься, потому что ты привык все-таки немножко бороться с уводом ствола. А его здесь практически нет. Вот главная фишка Скаута. Это главная фишка. Это главное преимущество. И это же, как ни странно, для опытных снайперов, которые привыкли к другим снайперским винтовок, это же главный недостаток. Но, если все-таки судить объективно, то это особенность, понятное дело, к ней можно привыкнуть. Или если вы решили играть, перейти на класс снайпер, можно сразу начать со Скаута. И теперь у нас появляется целое поле обсуждения других характеристик. Очень и очень интересно. Урон великолепный. Минималка здесь тоже хорошая. Скаут ваншотит на огромнейших дистанциях. И, кроме этого... Горячая женщина. Ляра Кутагин, ты как всегда. Куда дуло смотрит, туда танк едет. Ты давай завидуй молча моему дулу, понял? Хедшот. Хедшот. Тебя это не касается вообще. Вообще не касается, Кэп. Не те вопросы обсуждаешь. Ну, так вот, да. Блин, жопа. Темп стрельбы у Скаута второй после Макмиллона. То есть, понимаете, да? Если, может, вам удобнее стрелять с Макмиллона... Ой, это с Макмиллона, с АИКСа. Это одно дело. Но... Скаут, видите, не уступает АИКСу практически ни в чем. Вообще ни в чем не уступает. Собственно говоря, да, он вообще ни в чем не уступает. Если серьезно, он вообще ни в чем. Он ваншотит на тех же дистанциях. Он также имеет множитель в руки-ноги, единицу. То есть, у него все в порядке в этом плане. Все отлично. Вот этот практически тот же АИКС, только быстрее целится. Понимаете, да? Баблкил, Геркс. Эйчурси. Very good. Кто не знает, это отсылка к игре Quake 3. Это оттуда, да. Кстати, я вот думаю, может быть... Не, дорогие зрители, он не крыса. Он мангуст. Капитан, очевидность, ты просто учти, что с каждой твоей такой выходкой шанс внезапной порчи твоего здоровья существенно возрастает. Понял? Существенно, как это. Существенно возрастает. То есть, это ничто не... Это как вот так. Это как ваншот, сука. Да. На чем я остановился? Ну да. Собственно говоря, то есть, если судить по стихим характеристикам и объективно смотреть на вещи, ребят, если вы сразу стали привыкать к скауту, вы его на АХ уже не поменяетесь. Не поменяете. Никогда. Другое дело, опять же, ставить тогда вопрос ребром, а вот стоит ли менять одну винтовку на другую? Ну, по-серьезному так, да. Вот у меня АХ, или у меня Бушмейстер, я хочу поменять одно на другое. Да нет, ребят, ну серьезно. То есть, если у вас Бушмейстер, да не нужен вам ни АХ, ни скаут, по большому счету. Разница небольшая, да. И к тому же Бушмейстер еще может и лучше ваншотить в руки-ноги. То есть, в этом плане он круче. Хотя там и темп не такой крутой, скажем, да. И зум. Если у вас скаут, ну, это, наверное, золотая середина. Это винтовка, которая вобрала в себя все самое сочное, все самое вкусное практически. Единственное, может быть, хуже Бушмейстера по конечностям, опять же. И АХ, АХ, это классика. Это классика. Как, скажем, и Макмиллан, например. Если честно, если у вас сегодня есть Макмиллан, даже его я не стал бы менять на Икс и Скаут, и Бушмейстер. Более того, признаюсь, Макмиллан моя любимая винтовка. Да, бывает недостаток такой, как бы плохие ваншоты. Это как бы... Это есть хедшот, детка. Но это не всегда, это не везде. И порой Макмиллан ваншотит очень даже хорошо. Вот. А что касается вообще ваншота, ну, в нашей игре есть титаны. Поэтому 100% ваншот вам никто не гарантирует. Да. Блайт. Такие дела. Поэтому я рекомендую вам, друзья, если вы действительно играете снайпером, если вам нравится этот класс, если вас не устраивает у вас чем-то АИКС, Бушмейстер, вы можете попробовать Скаут. Если вы играете, и вы еще не крутили коробочный донат, Скаут вполне очень-очень даже подойдет. Это, да, наверное, даже лучше. Лучше из того, что можно выбить из коробок. Самое оптимальное. Вот. Ну, спорно. Я лично между им и Бушмейстером еще так немножко думаю. Но мне кажется, что Скаут получше будет. Получше. Это немножко повышенный множитель в конечности. Это не столь большой аргумент по сравнению с темпом Скаута, с его офигенным зумом, с его супер точным открытием. Все-таки Скаут это топ-1. Я считаю так. Если вы играете турниры, вы привыкли к АИКСу, вам трудно переучиваться, забейте, ребят. Ну, что с АИКСом, что со Скаутом, можно делать практически одно и то же. Вот, собственно говоря, такое мнение. Именно так. Так усиленно крысил, и все равно нагнули. Поздравляю, Рокутагин. И не повторим. Я не подражаю, я тебе скажу. И, кстати, нагнули нашу команду, а не лично меня. А я лично, по-моему, сыграл очень даже неплохо. Самая эффективная игра в комнате. Ну, а так в целом, что сказать? Ну, есть такая беда. Наши игроки на подрыве безумно крысят, а на командном бою безумно рашат. Фантастика, но факт. В любом случае, если видео вам понравилось и помогло вам сделать правильный выбор, ставьте лайки, яйки чешите, вступайте в нашу армию, и, конечно же, нагибайте все. Приятных вам ваншотов и хедшотов, друзья. Нагиб.